привет всем друзья сегодня мы рассмотрим вот такой вот рюкзак жилет разгрузочной торговой марки ranger ну насчет торговой марки я бы сказал что в принципе ranger это скорее всего больше подходит к названию данного девайса вот так как такой марки наверное и природе то нет но тем не менее я не узнавал не смотрел вот понимаю что рюкзак у нас жилет китайского производства и ожидать от него какой-то некой оригинальности ну я думаю не стоит больше как бы меня привлекло в нем это его функционал вот ну и какие-то вот такие вот некоторые изюминки про которые мы сейчас поговорим итак друзья приступим передняя панель передняя панель рюкзака у нас жилета значит имеет вот такую вот каучковую накладочку для чего она вообще да то есть ну очевидно что как так как рюкзак позиционируется как рюкзак спиннингиста на хвостовика то вот очень актуально здесь блесенки всякие вот мушки и быстрого доступа то есть есть определенные пазики в которые это все дело у нас надевается вот но насчет размеров спорить не буду так как не знаю вот этих маркировок 2x опять иксов там и так далее вот не будем на этом останавливаться весь рюкзак обшит вот такими вот влагозащищенными замками то есть это не трактор это обычная змейка но защищена вот видите такой тканью сверху то есть открывается ткань только при открытии замка он сейчас покажу вот вот такая вот разница вот ну конечно потом уже внутри не знают сфокусируется идет обычный замок что очень удобно потому как ну для такого класса да то есть вода дождь я думаю что особо не страшны единственный тут косячок производителей который я заметил это вот вот такая мембранка на передней панели то есть тут у нас влагозащищенный замок вот внизу вот если вот видите руку сюда вот кармашек засовываю здесь у нас мембранка то есть вода все равно сюда вот будет проскакивать через эту мембранку сеточку вот поэтому как бы ну целенаправленность вот этого как бы кармашка ну очень очень такая вот резонансная не знаю что сюда можно было бы запхать положить чтобы как бы она не страшно было чтобы намокла там и так далее ну ладно не будем про это долго давайте посмотрим все таки из чего состоит нам наш рюкзачок сумка через плечо так сказать вот такая вот сзади дышащая мембранка со стороны груди она на грудной стороне не мягенькая просто сеточка вот с таким вот еще кармашком изнутри то есть чтобы легко было удобно засунуть руку когда вы стоите да и что-то вот непосредственно быстрого доступа такой карманчик что-то быстро достать довольно таки неплохо продумано ну как скажем так это не 30 килограммовый рюкзак вы его нагружать не будете поэтому давить вам особо ничего не должно то есть должна быть вот минимум вещей самых необходимых которые вы можете использовать на открытой воде дальше дальше у нас спинка спинка сделана тоже из такой же самой мембранки но уже мягенькой то есть мембранка уже подпитана из середины то ли пенкой то ли каким-то вот таким вот полиуретаном каким-то материалом спинены вот что касается вообще задней панельки у нас на задней панельки у нас вот такая бутыль она уже идет в комплекте она в такой вот в таком вот кармашки кармашек хорошего исполнения придираться не к чему вот обычный велосипедная бутыль емкость для воды кармашки кармашки видите вот задний кармашек тоже быстрого доступа открывается с удобной для руки стороны и довольно таки хорошей хорошее исполнение от самого нейлона он в середины как бы прорезиненный что ли вот на ощупь ощущается что вот такая вот какое-то вот каучковое такое покрытие да так же самое влагозащищенные замки идут везде и заднее отделение заднее отделение у нас очень похоже на обычное отделение небольшого такого рюкзачка с одним с одним вот с одной стенкой никаких ребер жесткости ничего здесь нет все мягкое все пляшет не буду утверждать хорошо это или плохо но я думаю вам судить все это также закрывается у нас на кармашек кармашек опять же влагозащищенный замочек и вот такая вот удобная капелька для быстрого открывания вот рукой руке очень я вам скажу легко найти ее да то есть где бы как бы вот если сзади например хотите задний замок открыть но не скажу что так было будет очень удобно да ну тем не менее вы ее нащупайте она никуда не денется от вас вот ну и естественно легко откройте дальше давайте переходим дальше здесь у нас на верхней части вот заднего задней стороны тыльный у нас вот от спинки идет такой вот такое кольцо ну не знаю какие функциональные обязанности должны быть у этого кольца вот ну есть есть может что-то прицепить где-то под подвесить его да вот как бы на веточку там когда отдыхаете там чтобы не носить собой это это может быть соединен он вот такими вот шлейками шлейка тоже идет с мембранкой снизу карабин карабинчик пластиковый я подтянул на максимум шлейка регулируется то есть вы можете дать больше меньше но это все зависит уже от размера плеча от вашего размера и вы себе регулируете под свой размер уж карабинчик карабинчик пластиковый да легко снимается легко одевается сейчас неудобно и так же легко вот мы его просто защелкиваем так же самого вторая у нас шлейка давайте посмотрим все таки переднюю часть вот что у нас тут за карманы значит передней части есть баковой карман вот такое тоже идет влагозащищенный вот ну что то тоже для быстрого доступа то есть когда вы стоите вот на грудной стороне у вас эта сторона да и засунули туда руку вот достали что-то быстро так же самое легко застегнули если надо между тем кроме основного отделения у нас грудной стороны у нас еще вот тут есть такое отделение также быстрого доступа с такой вот сеточкой на резинке тоже очень удобно если что-то быстро достать элементарно можно дальше что у нас верхняя часть да как бы мы рассматривали шлейки вот карабин шлейка вот и тут у нас больше уже как бы вот акцент идет на рыболовную снасть на рыбацкий рюкзак то есть на всю эту тематику тут у нас спрятан вот такой вот напомните не помню как друзья как называется он карабинчик но такой вот резиночки ну то есть сюда можно зацепить что сюда можно зацепить какие-то кусачки экстрактор там для крючков ну что то что то что вам нужно вот для такого доступа и но не упала там и не унесло водой скажем тогда не потерялась удобно засовывается длина его ну не знаю вот смотрите тут во второй во второй шлейке такой же самый такой же самый давайте его тоже достанем вот длина ну давайте примерно примерно вот скажу вам так вот померю где-то где-то у нас сантиметров 80 где-то около 80 сантиметров легко он туда также закладывается не мешает вот скрытный никак не поцарапается не обо что не вылезет не зацепиться то есть очень удобно цепляется вот верхней части но это видно вот чтобы как бы все это дело у нас вот вместе сжать да но все у нас все наши отделения грудной части у нас есть такая вот липучка зажим кроме того вот эти липучки которые идут у нас от от шлейки передней части они пришиты непосредственно к шлейке передней части смотрите тут еще стропа вот такая вот да что то можно зацепить какой-то карабинчик тоже очень удобно и вот это вот липучка у нас называемая она сдерживает наши вот отделение ну и закрепляющий основной как бы у нас клапан на все отделение сверху так же само колечко так и на спиной части дальше ну давайте заглянем как бы в рабочее отделение до отделение которое самое востребованное наверно итак здесь у нас вот такая вот штука такая вот пеночка на липучке полностью снимается лепится как вы хотите с какой вы стороны хотите как вам удобно на таких вот и на липучках ну для чего ну зацепить друзья какой-то опять же мушку блесну крючок да что угодно да чтобы вот из рыболовных снастей можно было сюда зацепить ну понятно крючки дальше вот такая вот тут у нас резиночка резиночка вот с таким вот но не знаю правда для чего она служит ребят и вообще какие функциональные обязанности если знаете отпишитесь будет интересно вот под резиночкой вот такой у нас кармашек документов тоже не промокающий как его называют одним словом кинули туда какие-то свои можно даже мобилку закинуть да на крайний случай вот флешку там или еще что то что то мелкое за ним вот такая у нас вот такое вот у нас заводное кольцо ну кольцо для для чего для ключей наверно да для там вот ключ от машины например от дверей там квартире от чего угодно зацепили и уже как бы знаете что он всегда здесь под рукой и не потеряется очень важно вот актуально очень даже на воде да вот если ну бывало часто что теряем рыбаки особенно вот поймут меня когда ключи в кармане да а ты выходишь на воду и естественно боишься вот вдруг где-то как-то там да вот ну и не раз может у кого случалось такое так что вот эта штука но неотъемлемая атрибутика наверное вот ловли рыбы на воде открытой так дальше у нас вот такая вот тоже на резиночке сеточка кармашек ну и основное отделение не как бы не очень глубокая но тем не менее какой-то вот какую-то коробочку со снастями да там кита лески какой-то быстрого что-то вот такого что нужно вот брать да можно сюда закинуть какой-то ремкомплект в конце концов там ну на ваше усмотрение ну в общем интересно все замки как я вам уже говорил на таких капельках капельки очень удобно очень практичны так что у нас про что я еще не успел рассказать что же тут еще отделение 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 да ну основные тоже вам отделение показал да то есть их тут два одно вот между спинкой одно за спинкой грудного отделения опять же кроме того что есть еще вторая половинка лет друзья со своими кармашками ну вот такой вот я бы сказал помощник помощник на воде очень удобный очень практичный может быть не всем он подойдет может быть кто-то больше любит конкретно там вот одна спинка без вот этих вот разгрузочных жилетов и так далее ну вещь универсальная вот я не знаю мне кажется что для нахлыста для нахлыста лучше вещь подобрать сложно то есть альтернативу ему но это наверное будет обычная сумочка которую вы повесите на шею и на вас будет болтаться в области живота ну наверное вот единственное что может заменить эту вещь вот в остальном для долгих таких вот вылазок на воду особенно для нахлыста как я говорил да вот здесь когда вы стоите в воде вот бывает и по два часа то есть эта вещь мне кажется незаменима юзаю ее давно уже более наверное двух лет что вам сказать ну я бы вам рекомендовалось вы нашли его до в продаже вещь китайская опять же но его аналоги вот должны быть очень даже ничего так что для рыбаков для нахлыста веков для спиннингистов я бы это рекомендовал ну на этом закончим друзья вот с вами был санек подписываемся на канал ставим лайки пока пока